МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны автозапчасти? Приглашаем в Декон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Декон Авто. Из-за нарушения технологического процесса в МЧС назвали предварительную причину ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Старт в декабре. В Ярославле готовится к открытию экстрим-парк. В нем можно будет круглый год заниматься популярными молодежными видами спорта. Они творят принтером. В Ярославле стартовал турнир по 3D-технологиям. 70 юных инженеров разместил государственный университет имени Демидова. Они правят миром. Так называется выставка денег, которая готовится к открытию в Музее истории города. В эфире городского телеканала работает информационная служба. В студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. А начну с того, что мэр Ярославля Владимир Слепцов покидает свой пост. Об этом сегодня заявил сам градоначальник. В среду на заседании муниципалитета Слепцов сложит в себя полномочия мэра и переедет на работу в Московскую область. Кто станет новым главой Ярославля, пока неизвестно. За предложенные кандидатуры будет голосовать городской парламент. А во вторник в 19.00 на городском телеканале в прямом эфире не пропустите программу диалоги с Владимиром Слепцовым. Он подведет итоги своей двухлетней работы в Ярославле и ответит на ваши вопросы. Итак, стала известна предварительная причина ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщили в главном управлении МЧС. Пожар на установке каталитического крекинга могло привести нарушение технологического процесса. Я напомню, происшествие произошло в четверг вечером. На месте возгорания работали 21 единица техники и 74 человека личного состава. Службы сработали оперативно, поэтому удалось избежать серьезных последствий и жертв. Пострадавших в ЧП нет. По прибытию первых пожарных подразделений происходило истечение нефтепродукта и горение его на площади 40 квадратных метров. В 19.38 локализация пожара, в 21.10 полная ликвидация. И сегодня же пресс-служба предприятия «Славнефть Янос» распространила информацию о том, что экологического ущерба от ЧП нет. Это уже подтвердил представитель регионального департамента окружающей среды и природопользования. Фактов превышения установленных предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ, в том числе на границе санитарно-защитной зоны, не зафиксировано. Загрязнения почвы и источных вот так же нет. На загоревшейся колонии установки предстоит сделать ремонт. Все остальные технологические объекты работают в штатном режиме. Теперь к другим темам пятницы. Производственная мощь Ярославской области будет прирастать дизелестроением. Сегодня в Тутаеве состоялась торжественная закладка первого камня современного завода газопоршневых и дизельных электростанций. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали в мае на Петербургском международном экономическом форуме. С символической церемонии начинается трудовая жизнь нового промышленного центра региона. Запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2019 года. Общий объем инвестиций составит более 150 миллионов рублей. Проект создает более 100 новых рабочих мест. Сегодня очень важный день не только для вас, не только для сотрудников завода, но и вообще важный день в истории промышленности и развития промышленности Росславской области. Потому что закладка камня в строительство нового завода это все-таки серьезное, важное событие для региона. Для участников церемонии состоялась экскурсия на предприятии. Была представлена выставка готовой продукции гибридных станций вездеходной техники. На заводе действует система бережливого производства. Все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания. Работает отдел контроля качества продукции. Это производство будет специализироваться на выпуске газопоршневых электростанций мощностью от 30 киловатт до 2,5 мегаватт. Гибридных электростанций – это, скажем так, ноу-хау у нас в стране. В мире это уже существует, но в таких единичных экземплярах у нас в стране мы первые, кто создали совместно с МФТИ, совместно с Московским энергетическим институтом, с ребятами со Сколковым мы создали первый вот этот проект у станции. Сегодня Тутаевские моторщики отметили знаменательную дату – 50-летие предприятия. В 2009 году распоряжением правительства России Тутаевский моторный был включен в перечень предприятий стратегического значения. Марина Смарайдова, новости города. В Ярославле готовится к открытию первый в регионе экстрим-парк. В нем можно будет круглый год заниматься популярными среди молодежи видами спорта – скейтбордингом, велотриалом, роллер-спортом, паркуром. Площадки расположат в большом помещении действующего спорткомплекса. Масштабный проект реализуется при поддержке Федерации скейтбординга представителей молодежных видов спорта частного бизнеса без привлечения бюджетных средств. Яна Хромова увидела, что сделано. Рабочие мастерской обрабатывают доски. Задача сделать их гладкими. Из них будут изготовлены каркасы фигур для скейтбординга. Все бруски раздельны. Здесь они отпиливаются, маркируются. Вся подготовка, вся напилка, нарезка и деталировка происходит здесь. Фанеру для трамплинов, рамп и других фигур скейт-площадки отправили в Тутаев. Там мастера обрабатывают ее и выгибают под определенными углами. Сама скейт-зона разместится под крышей спорткомплекса в центре Ярославля. Здесь же идет сборка первых фигур. Всего на площади в 800 квадратных метров их будет порядка двух десятков. Будет пролоновая яма для выполнения, изучения акробатических каких-то элементов со скейта. Будут несколько трамплинов и также там, как название, перила. Перила, ступени, все это будет. Все разрабатывалось человеком, который в данный момент тренирует сборную Китая по скейту. Отдельно будут заниматься любители паркура. Для них сделают и установят необходимые фигуры. Пока здесь на площадке 12 на 36 метров тренируются акробаты. Самый большой и сложный объем работ – устройство второго этажа. Здесь ведутся работы капитального характера. В будущем тут разместится площадка для велотриала. Сейчас рабочие утепляют наружные стены, проводят штукатурные работы. Общий объем вложений – порядка 20 миллионов рублей. Это вне бюджетное средства. Смотрели по всей стране. Есть примерные аналоги и в Москве, и в Питере. Но по такому масштабу, по такому оснащению нет ни одного проекта в России. Любители экстрима смогут здесь заниматься в любое время года и суток, даже ночью. Хозяева спорткомплекса готовы предоставить удобный график для тренировок. Обещают и приемлемые цены. А юные спортсмены из спортшкол будут заниматься бесплатно. Открыть экстрим-парк планируют в декабре. Яна Хромова, Максим Сушанов, Новости города. В Ярославле на выходные перекроют часть проспекта Толбухина. Ограничение дорожного движения произойдет из-за ремонта теплосетей. С 8 утра субботы до 8 вечера воскресенья по проспекту Толбухина перекроют территорию в районе дома 35 в направлении от Углической в сторону Свободы. Объезд организуют по встречной полосе проспекта Толбухина. Об этом сегодня сообщили в мэрии Ярославля. Три ярославских вуза в группе отличников рейтинга высших учебных заведений по качеству приема в этом году. Таковы данные Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Его специалисты проанализировали итоги приемной кампании в более чем 400 российских вузах. Ярославский медуниверситет и университет имени Дземидова на 88 и 89 местах рейтинга. Средний балл ЕГЭ их первокурсников составляет 74,6. Педагогический университет на 142 месте. Средний балл ЕГЭ здесь 71,4. Технический университет на 239 строчке. Вуз попал в группу хорошистов. Средний балл принятых на учебу абитуриентов составил 65. Группу троечников попала Ярославская сельхозакадемия. Она на 404 строчке рейтинга. Средний балл ЕГЭ здесь чуть превысил 50. Самые сильные первокурсники страны поступили в Московский физико-технический институт. Средний балл ЕГЭ превысил 96. Самые слабые будущие специалисты в Приморской сельхозакадемии в Уссурийске. Средний балл ЕГЭ по вузу всего 44. А в университете имени Дземидова открылся первый межрегиональный турнир по 3D-технологиям. Его участники – школьники, студенты и магистранты вузов из Ярославля и Костромы. Цель соревнований – привлечь внимание к аддиктивным технологиям, инновациям в сфере промышленности и производства, которые становятся все более распространенными и уже со школьной скамьи начинать готовить будущих специалистов для работы с 3D-проектированием и печатью. У нашего корреспондента подробности. Семиклассник Семен Деев рисует 3D-ручкой квадрокоптера. Это одно из заданий соревнований. Размеры и другие параметры прописаны в требованиях. Это будет корпус его. Он будет 3 сантиметра в высоту. У него будут лопасти такие круглые. Я сделаю дырку посередине и ставлю палочку, чтобы лопасть могла крутиться. Семен серьезно увлекается 3D-технологиями. В прошлом году даже ездил на всероссийские соревнования. Занял восьмое место. А для Киры и Василиса это дебют. Они самые юные участницы турнира. Их задача спроектировать стелу, посвященную Ярославлю. Это будет столб, на котором будет вверху кольцо с надписью Ярославль. А на этом столбе будут приклеены достопримечательности Ярославля. Как храм, беседка и герб. Из обычного пластика можно сделать что хочешь. Сережки делали. В первом межрегиональном турнире по 3D-технологиям принимают участие больше полусотни ребят из Ярославля и Костромы. Среди них школьники, студенты, магистранты. Задания подобраны в соответствии с регламентом WorldSkills. Данное направление – одна из компетенций на соревнованиях профессионального мастерства. Самое сложное задание – 3D-прототипирование, предполагающее моделирование и печать объекта. В качестве такого организаторы выбрали узел двигателя автомобиля. Это сборка нескольких деталей, причем подвижных. Каждая деталь должна выполнять свою функцию. То есть, если это вал, на котором находится у нас поршень, он должен вращаться. Поршень должен совершать поступательное движение. То есть, мы здесь уже можем рассказывать про кривошипно-шатунный механизм, про вращательное и поступательное движение на примере данного стенда, который они сделают. Такое задание не испугало участников. Большинство взялись именно за него. Вполне себе нормально. Главное – уметь работать с программой 3D. То есть, у всех разные – автоказ, фритборкс, много достаточно разных программ. 3D-технологии становятся все более распространенными. Только от подготовки кадров зависит, насколько широко эти инновации будут внедряться у нас в области и стране. Они удешевляют и ускоряют производство. Работодатели ждут квалифицированных специалистов. Возможно, кто-то из сегодняшних участников турнира станет таковым в будущем. А пока они создают свои объекты. Жюри оценит качество и скорость выполнения заданий. Яна Хромова, Максим Сушанов, Новости города. В Музее истории города готовится к открытию уникальная выставка «Они правят миром». Героями коллекции Владислава Студеникина стали деньги. Но открываются они в самом неожиданном ракурсе. Сквозь них проходит вся история страны. Впервые в Ярославле представлены банкноты белогвардейского движения, деньги Золотой Орды, постреволюционные червонцы и даже ваучеры концлагерей. Марина Смарагдова первая увидела представленную эволюцию Дензнаков. Знакомые и незнакомцы. Банкноты, купюры, денежки. Они не только правят миром, они еще и немые свидетели истории. Подлинный денежный знак концлагеря Бухенваль, а также ваучер, на обороте которого написано, что данный ваучер на три сигареты выдан такому-то узнику за хорошее сотрудничество с администрацией. Банкноты первых лет советской власти красноречиво показывают, как полновесный червонец лишался золотого содержания. Чтобы народ не запутался, на рублях 23-го года была особая памятка, что 1 рубль 23-го равен 1 миллиону 21-го года или 100 рублям 22-го года. Но максимум инфляции достигла все-таки не в РСФСР. Вот банкноты за Кавказской республики номиналом в миллиард. Владислав показывает свою коллекцию паспортов на трудовой книжке надпись «Не трудящиеся, да не ест». Революция, гражданская война, белое движение. Деньги белых, красных, зеленых были обеспечены то табачными акцизами, а то и опиумом. Деникин, Врангель, Атаман, Семенов выпускали свои ассигнации. Часто ими расплачивали законфискованные продукты и фураж. Были даже совместные русско-германские. Номинированы в марках, но тем не менее на русском языке и еще с царскими регалиями. Известный современный украинский лозунг видим на карбованцах рейс-комиссариата Украины. В нацистской Германии печатали разные деньги для своей страны и оккупированных территорий. Как бы ни разнились страны и времена, специалисты уверены, что высот полиграфии русских денег при Николае не достиг никто. Деньги – это беспристрастные свидетели нашей истории. И мы увидим, какие бедствия принесла революция 1917 года, как за четыре года прекрасная Катенька превратилась вот в такую одноцветную марочку. Ярославцы тоже не остались в стороне. Деньги печатали удельные ростовские и ярославские князья. Три экземпляра 15 века, украшения коллекции. А это тот самый первый денежный знак – серебряный рубль. Палочка в 200 граммов серебра. Незабытые советские трешки и пятерки с профилем вождя, которые стреляли до получки. И новенькие денежки с юбилейным акцентом. Для Владислава коллекционирование началось с монетки, найденной на чердаке. Он уверен, что это богатство нужно показывать. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, Новости города. В Ярославле сегодня торжественно открыли памятную доску погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам лесозавода имени Суворова. Предприятие занималось пропиткой шпалы. Сейчас оно ликвидировано. Памятный знак вернулся из реставрации, но не туда, где находился прежде, а на стену здания по тормозному шоссе. Там, где она размещалась, стена пришла в негодность, здание стало разрушаться, и доска была снята. Совместно с Советом ветеранов городским, Советом ветеранов районным, с Общенародным российским фронтом было принято решение установить доску на этой стене. Церемония открытия, хотя и проходила под холодным дождем, но будила теплые чувства. Каждые пришедшие – это ветераны, школьники, представители общественности – вспоминали и своих родственников, погибших на войне. Ученики 21-й школы прочли проникновенные стихи. Кадеты трижды меняли караул возле памятного знака. Общими усилиями наших людей была достигнута эта великая победа. Слава нашему народу-победителю и тем защитникам, которых мы сегодня чествуем. На мраморной плите 20 выведенных золотом имен. Возможно, кто-то из ярославцев найдет в этом скорбном списке из своих родственников. Живые гвоздики, возложенные сегодня, олицетворяют память, которая передается из поколения в поколение. Полис обязательного медицинского страхования дает каждому из нас возможность получать качественную медицинскую помощь в необходимом объеме. Однако, далеко не всегда качество и полнота оказываемой медпомощи устраивают пациента. Что тогда? Кто контролирует медицинские учреждения? И кто может помочь в непростой ситуации? Смотрите на городском телеканале программу «Полис здоровья». Ее эфир в воскресенье в 9 часов 10 минут. Полицейские в спорте. Сегодня в Ярославле прошла 41 эстафета, в которой приняло участие более 150 правоохранителей из отделов и территориальных подразделений ОМВД. На первом этапе стартовали руководители. Они соревновались в беге на 400 метров. В эстафете приняли участие 28 команд. В Ярославле прибыли сотрудники органов внутренних дел из Рыбинского, Тутаевского, Ростовского, Угличского, Даниловского, Гавриловьямского, Никаузского, Первомайского и Некрасовского районов. Эстафета состояла из восьми этапов, на протяжении которых полицейские состязались в беге, форменной одежде, преодолении препятствий, замене колеса на служебном автомобиле, гонке на велосипеде, беге на лыжероллерах, беге в противогазах и бронежилетах. Маршрут эстафеты проходил на Волжской набережной и Стрелке. Первое место заняли сотрудники управления наркоконтроля ОМВД. В Ярославле определили 48 лучших пловцов. В Лазурном собралось почти 400 юных спортсменов. Для одних это самые первые соревнования, для других возможность прибавить очередную медаль в свою копилку. В сентябре стартовал новый сезон по плаванию и традиционно открывают его соревнованиями по первенству Ярославля. Моя коллега Алена Лисенкова узнала, кто те счастливчики с медалями. Брасом, кролем, баттерфляем, ну и конечно вольным стилем. Они чувствуют себя в воде, как рыбы. В Ярославле прошел день спринтера. В бассейне Лазурный собралось 387 пловцов. Соревнования проходят ежегодно. Ребята борются за первенство города. Для юных пловцов это не только повод завоевать новые награды, но и повысить свои спортивные разряды. А также это разминка перед новым сезоном. Это мероприятие проходит у нас как первенство города каждое начало сезона учебного года. Самое первое соревнование проводят у нас уже много-много-много лет, даже не вспомнить сколько. Ну традиционный старт, который начинаем мы спортивный сезон. Всего на соревнованиях представлено две возрастные группы девочек 2002 год и старше, 2003 и младше, а также две группы мальчикам, 4-й год и старше, 5-й год и младше. Награждать по итогу заплыва будет 16 победителей и столько же ребят, занявших второе и третье места. Стали известны первые победители. Данилу 17 лет и он уже является мастером спорта по плаванию. Самое важное для него достижение – второе место на первенстве мира. Сегодня он даже не сомневался в своей победе на дистанции в 50 метров. Это, по счету, очень большие соревнования плавал. Наверное, более 50 стартов у меня было, даже больше, более 100. Это, на самом деле, проходной для меня старт, потому что только начало сезона, главный старт еще впереди. Теперь Даня будет готовиться к еще одним значимым соревнованиям – чемпионату России, который пройдет в ноябре этого года. А вот Арине 15 и за ее плечами чуть меньше стартов и званий. Однако занимается она уже на протяжении 10 лет. Тренировки посещает ежедневно по два раза. Победу на первой дистанции в 50 верила, а вот в остальных еще и сомневается. Я сегодня плыву три полтинника – это кролем, брасом и бутерфляем. Я сейчас проплыла кролем за 27,74, ну, первая приплыла. Сейчас еще брас поклыву и дитяну. Все победители будут награждены медалями и грамотами. Впереди у ребят еще множество соревнований, и мы желаем новых побед. Алена Лисенкова, Игорь Мосин, Новости города. На этом у меня все. В студии работала Наталья Пиунова. Всего доброго и до встречи.